Уважаемые коллеги, наш доклад «Не пора ли переходить от традиционных нейросетей к функциональным и категорным системам?» Валерия Григорьевича Лобунца, Сергей Валентинович Петухова, Георгий Константинович Толоконников, Евгений Яничев Витяева. Ключевая мысль доклада. В 40-е годы возникла из рассмотрения мозга в нейробиологии искусственная нейронная сеть. Как способ приближения функций многих перемен. Но уже через несколько десятилетий Александр Галушкин, патриарх нейросетевиков, призывал коллег прекратить апеллировать к ассоциациям нейробиологии. Действительно, это стало мешать вообще развитию сетевой вычислительной математики. Старые идеи нейросетевиков реализовались в наши дни бумом нейросетей глубокого обучения. Но это, на самом деле, вчерашний день. Учащаются высказываем подозрения об исчерпании возможностей традиционных искусственных нейросетей для вычислений. Наш ключевой вопрос. А не пора ли снова серьезно обратиться к мозгу и нейробиологии, черпнуть оттуда еще лет на 40 идей для вычислительной математики? У нас открылся семинар год назад «Алгебраическая биология и теория систем». Вот на этом семинаре основная тематика как раз стык фундаментальной математики с фундаментальной нейробиологией, с попытками построить некую математическую модель сознания и вот этих вот вещей, которые при моделировании переходят в сильный искусственный интеллект. Сопредседателями семинара вот у нас академики Юрьевич Манин, Вячеслав Иванович Черноиванов, Судако Сергей Константинович и создатели алгебраической биологии Сергей Валентинович Петухов. Один из наших сегодняшних докладчиков. Как начну эти все наши доклады, их было много, несколько конференций за это время прошло. Надо выйти на YouTube вот по указанной ссылке. Но ее трудно запомнить, поэтому вы, когда выходите на YouTube, набираете в запросной строке «Алгебраическая биология и теория систем», жмете «Энтер» и выскакивает как раз прям наш семинар. То есть легко его найти. Мы также представляем актив секции математической биологии и теории систем научного совета при президиуме Иран по искусственному интеллекту. Председателем совета является академик лекторский Владислав Александрович. Ну вот мы тут как раз два докладчика являемся с руководителями этой секции. Там тоже у нас семинары, но она, эта секция в содружестве, конечно, с семинаром о гибраической биологии и теории системы. Значит, произошло у нас зимой в январе большое трехдневное совещание, очень представительное. На YouTube-канале нашего семинара можно посмотреть доклады. И было издано первый том этих трудов, но шире, это не просто трудосовещание, а вот некая такая монография. Вот сейчас второй том мы готовим. «Искусственный интеллект, алгебраическая биология и теория системы в математических исследованиях российских ученых». Ну, эта монография, она начинается, значит, небольшой статьей, вот, «Междисциплинарный подход к проблематике искусственного интеллекта, основанный на исследованиях на стыке фундаментальной математики и нейробиологии». Ну, вот авторы здесь, многие выдающиеся наши академики и ученые представлены. И вот из этой небольшой статьи, вот следующая цитата, которая вот как раз относится к нашему семинару, вот к сегодняшнему. Значит, «Последние десятилетия имеют место известные впечатляющие успехи, дипленик и так далее. Однако, если говорить на языке физиологии, указанные подходы отвечают лишь уровню рефлексов. Настоящий столь востребованный искусственный интеллект, в особенности, говорят, сильный искусственный, по большому счету, недоступен перечисленным технологиям. Следующий, после рефлексов, уровень, который необходимо моделировать искусственным интеллектом, отвечает способности вырабатывать незаложенную систему алгоритма поведения с использованием элементов сознания, как это происходит у человека и животных. Конкретным подходом здесь является интеграция математики с теорией функциональных систем по Пётру Кузьмичу Анохину. Сегодня в наших докладах как раз будет представлена модель. Интеграция предполагает поэтапную формализацию элементов функциональной системы, их математическое моделирование на основе фундаментальной математики с дальнейшим построением, с помощью полученных знаний, искусственного интеллекта, такого, который способен на большее, чем рефлекторно действовать в парадигме стимул-реакция. Ну вот на этой схемке видно, как фундаментальная математика у нас с нейробиологом объединилась на совещании, родился искусственный интеллект. И дальше можно говорить, ну искусственный интеллект должен быть, конечно, представлен в компьютерных программах, в электронных приборах и так далее. В книге одна из больших статей, почти 100 страниц, это статья одного из наших сегодняшних докладчиков, Ломонца Валентина Григорьевича «Является ли мозг компьютером, работающим в алгебре Клиффорда?». Эту статью авторы посвятили Юрию Ивановичу Журавлеву. Вот здесь мы читаем. «Посвящая выдающемуся советскому и российскому ученому, создателю алгебрической школы и распознаванию образов, замечательному человеку, талантному педагогу Юрию Ивановичу Журавлеву, в знак благодарности за многолетнее сотрудничество и постоянную научную поддержку на всех этапах нашей совсем непростой научной деятельности». Ну, это слова Валерия Григорьевича, мы к ним присоединяемся, остальные докладчики. Ну, с Юрием Ивановичем Журавлевым нам не удалось еще поработать вместе, взаимодействовать. Вот, теперь, значит, заседание научного совета по искусственному интеллекту. Было принято предложение Валерия Григорьевича Лобунца об учреждении серии «Классики отечественной науки. Искусственный интеллект». Вот, и в этой серии он сейчас работает со своими коллегами над томом, в котором освещается вклад Юрия Ивановича Журавлева вот в эту всю науку. Вот, и, конечно, мы в ученом совете очень хотели бы, значит, вот такого взаимодействия с вашим семинаром и с Юрием Ивановичем. Очень важный его взгляд на эту огромную область, какие-то ЦУ по тексту этого, значит, тома вот этих вот, значит, серий, над которыми сейчас мы работаем. Вот, ну и, значит, Валерий Григорьевич, значит, от своего имени мы тоже присоединяемся. Вот эту вот книгу, которую мы там, даже ее президенту Российской Академии наук Сергееву Александру Михайловичу тоже подарим. Значит, вот хотим ее Юрию Ивановичу, помимо вот такого посвящения, еще преподнести живьем. Книжка тяжелая, почти 600 страниц, в твердом переплете, на мелованной бумаге, в цвете, ну вот, стараемся. Вот, сейчас, к сожалению, вот Валерий Григорьевич, если сейчас не появился у нас, значит, на семинаре, у него проблемы, там семейные, очень тяжелые сейчас у него, значит, поручил нам вот его сообщение, вот ключевое, значит, сделать. Вот, и мы сейчас услышим его, вот это предложение, которое он сделал на заседании научного совета по искусственному интеллекту. Уважаемые коллеги, позвольте мне представиться. Доктор технических наук, профессор Лабунец Валерий Григорьевич, работающий в Уральском государственном техническом университете и в Уральском государственном экономическом университете. Если у кого-либо есть вопросы по моему представлению, то я готов ответить на них. Анализ, проделанный нашим семинаром, делал, показал наличие у наших научных сотрудников большого массива опубликованных и неопубликованных научных материалов по искусственному интеллекту. В связи с этим возникла идея периодического или квази-периодического издания трудов нашего семинара под названием. Три названия у нас появилось на выборах. Первое название – искусственный интеллект от прошлого к будущему. Второе название – второй вариант – классики отечественной науки. Точка – искусственный интеллект. И третье название – классики искусственного интеллекта. Вот три названия, которые нужно будет нам обсудить и выбрать одно из них. Данное предложение поступило от многочисленных участников совещания междисциплинарного взаимодействия алгебраической биологии, теории системы и искусственного интеллекта. В основу первого тома будут положены фундаментальные труды академика Журавлева Юрия Ивановича и его учеников, основанные на фундаментальных результатах математики и нейробиологии. Вот по существу предложение, которое я хотел выжать. Спасибо за внимание.